Рухнуло в это время. В это время какое? Начало 20 века. Идиллическая картина физического мира, хотите называйте её Ньютоновской, хотите Лапласовской, изложено в изумительной книге Лапласа «Изложение системы мира», она рухнула и ничего от неё не осталось. Как люди представляли себе мир физический, оказалось так нельзя. Но причём, меня слушают разные люди, удивительное совпадение, что в это время вообще картина любого мира разрушилась с громом августовских пушек 14-го года. Что считали люди? Что вот происходит непрерывный прогресс. И чем больше учёные напридумывают разных вещей, тем простому человеку будет жить лучше. Появятся в доме разные приборы, и вот это будет идти до бесконечности. Пробедительно так же идиллически представляли свой мир физики. Я сейчас об этом расскажу. А оказалось, и в жизни, и в физике всё гораздо сложнее, противоречивее, я бы даже сказал трагичнее. Вот в физике. Вот давайте не будем вдаваться в подробности, я не физик, а скажу только одно, что вот мы измеряем какую-то физическую величину, координату какой-то частицы или её импульс, там, массу помноженную на скорость. Что является результатом измерения? Число. И считалось, что вот данная величина действительно от Бога обладает вот этим числом, своим точным значением. Но, увы, прибор наш несовершенен, поэтому мы получаем только приближённые значения числа. Но чем лучше будут приборы, опять-таки, видите, такое викторианское мировосприятие, но только на этот раз в физике, тем мы будем к этому от Бога данному значению приближаться. И вот, не вдаваясь опять в физику, суть открытий 20 века, начала 20 века состоит в том, что об этом точном числе вообще даже нельзя говорить. Грубо говоря, его не существует. Можно только говорить о том, что наша величина измеряемая с такой-то вероятностью находится в таком-то промежутке между двумя числами. Но самое потрясающее, что выяснили физики, вот я сейчас сообщаю это как факт, не вдаваясь в подробности, это вот то, что у меня тут выписано как соотношение неопределённости. Это означает, что бывают такие пары физических величин, которые вообще нельзя одновременно измерять со все увеличивающейся степенью точности. И типичной такой парой является координата частицы, которую для простоты мы можем представить себе движущейся в одномерном пространстве, попросту по прямой. И вот этот самый импульс произведения массы на скорости. Смотрите, вот я так записал это соотношение неопределённости. Что такое Q? Координата, P-импульс. А дельта — это погрешность, необходимая погрешность в измерениях. Вот разброс значений, вот то, что не говорит как бы о несовершенстве наших приборов. Так вот смотрите, погрешность в вычислении импульса есть константа, делённая на погрешность вычисления координаты. Константа эта — это знаменитая постоянная планка, видите, она таким значком обозначается, пополам. Пополам сейчас не важно. Важно то, что это невероятно маленькое число, но всё-таки положительное. И вот представьте себе, что ваш прибор всё точнее и точнее измеряет координаты. То есть вы делите эту константу на всё меньшее и меньшее число. Результат неизбежно получается всё больше и больше. И вот если верить этому соотношению, а оно согласовалось уже с экспериментами, куда ж деваться, то получается, что меряя всё точнее координату, вы необходимо вынуждены всё хуже и хуже измерять импульс. И не от того, что наши приборы несовершенны, а от того, что вот Бог так устроил, так устроена жизнь.